Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть. Предлагаю вспомнить рецепт из далекого детства. Котлеты в тесте. Но кто их не любил? Тогда мы еще не знали, что такое фастфуд. И лично у нас такие котлетки давали в школьной столовой. Сейчас я периодически такие делаю. Очень удобно брать с собой в качестве перекуса. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. Сначала я прокручиваю на мясорубке свинину, говядину, лук, замоченный в воде и отжатый батон. Добавляю соль, специи по вкусу и одно яйцо. Все тщательно перемешиваю прямо руками. Формирую котлетки весом примерно 70 граммов. Обваливаю в сухарях, обжариваю на масле с одной стороны. Затем переворачиваю и с другой. Если хотите, можете довести их прям до полной готовности, но это совсем не обязательно. Для теста в миску раскрошила свежие дрожжи. Добавляю несколько ложек муки из общего количества. Столовую ложку сахара. И слегка теплое молоко. Далее размешаю до исчезновения комочков, накрою и уберу в теплое место минут на 20. Когда опара будет готова, вливаю туда растопленное сливочное масло. Можно взять маргарин или растительное. Белок. Желток у нас пойдет на смазывание теста. Солю и размешиваю. Затем в несколько этапов, добавляя муку, замешиваю тесто сначала венчиком, насколько это возможно, а потом хорошо вымешу руками. После этого смажу миску растительным маслом, обваляю в нем тесто, накрою и оставлю в теплом месте на полтора часа. После того, как тесто готово, выкладываю его на подпыленный мукой стол и обминаю. Делю на 10 частей. Для удобства скатываю шарики. Каждый шарик раскатываю в лепешку продолговатой формы. Кладу котлетку и защипываю, как пирожок. Только края не трогаю. Друзья, на моем канале вы найдете очень много рецептов дрожжевой выпечки. Они находятся в тематическом плейлисте, а также ссылки я оставлю под видео. Итак, заготовки я укладываю на противень. Дам постоять минут 15-20. Затем смазываю желтком, разбавленным со столовой ложкой воды или молока. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Такие котлеты в тесте хороши как в теплом, так и в холодном виде. Ну вот такое мягкое получается тесто. Кстати, вы заметили, что я его делаю так, чтобы оно было не толстым слоем. Вообще, сюда подойдет любое ваше любимое дрожжевое тесто. И посмотрите, насколько сочными остаются котлетки. При этом они очень нежные и мягкие. Итак, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть. Смотрите и другие мои рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.